Добрый день, друзья и гости канала Мои Садовые Романцы. С вами Наталья. Сегодня мы поговорим о томатах или о помидорах. Для нас привычны помидоры. Мне кажется, помидоры любят очень многие. И когда начинается сезон, то на нашем столе салат из помидор почти каждый день. Домашние помидоры, я считаю, гораздо вкуснее, чем магазинные. Но почему это происходит? Ну, во-первых, мы выбираем те сорта, которые нам нравятся. И с года в год мы подбираем именно такие сорта. И второй вариант, это то, что домашние помидоры, они свежие. С куста, когда сорвешь помидорку, очень вкусно. А я люблю помидоры не только кушать, но еще и выращивать. И начиная где-то с 10 февраля, я начинаю заниматься рассадой. Рассаду я выращиваю сама. Выбираю определенные сорта из года в год. Или и те, которые уже понравились. И всегда сажаю какие-то новые новинки. Или новые помидоры, те, которые я просто не сажала раньше. Так что каждый год какое-то вот это творчество с помидорами у меня ежегодно идет. И вот август, пора помидор. Помидоры зреют, спеют на кусту. Мы уже начинаем их снимать, кушаем их давно. И сейчас я приглашаю вас пойти посмотреть на мои грядки с помидорами. Добро пожаловать! Друзья, это вот та грядка, которую я вам показывала, когда высаживала рассаду. Вот здесь основной сорт у меня Мазарини. Интересный, хороший сорт. Посмотрите, какие завязались кисти помидорные. Крупные, хорошие. Представляете, вот сколько. На 1 раз, 2. Не буду считать. Сами смотрите. Вот какие большие помидорины. Ну и здесь еще какой-то черри. Два кустика. Завязались маленькие, кругленькие. Ну так, вкусненькие они. Вот бывает черри невкусные. А это вкусный черри. Кустика абсолютно кругленькие. Сладкий. Очень сладкий. Ну и вот, тоже посмотрите. Какой богатый куст. Ничем я не удобряю особо. Вот, я говорю, один раз куриным пометом полила. И чуть-чуть с сонским перебночком. Самый, конечно, кусок не очень красивые. Палочки для них тут коротковатые. Ну, для меня важен результат. А результат меня устраивает. Вот такие помидоры. Вот такие хорошие. На одном кустике. Вот столько завязалось. Хороших, крупных помидор. Разве это плохо? Нормально. Ну, вот так вот. Вот еще одна грядка у меня. Здесь разные сорта. И вот такие вот урожаи. Не знаю, насколько я смогу вам их показать. Насколько вы их сможете разглядеть. Этот сорт называется «Сибирская тройка». Они такие продолговатые. Я их уже, кстати, не первый год сажаю. Они чем мне нравятся? Они достаточно крупные. Ну, скажем так, средних таких размеров. Они не мелкие и не крупные. А очень обильные урожайные. Урожайные такие кусты. И что еще мне нравится у этого сорта «тройка»? Мне нравится очень у него ботва. Вот она такая вот мощная, зеленая. Красивая у него ботва, я бы сказала. И куст такой, очень долго он у меня стоял. И я его даже не подвязывала. Коренастый такой куст, понимаете. Вот помидорки. Это не самые крупные, скажем так. Не самые лучшие. Ну, очень трудно на кустах показывать помидоры. Я их, конечно же, посунковала. Ну, в два ствола они у меня идут. Вот видите, вот здесь вот примерно один стволик идет. А вот второй. Два ствола. Ну, и вот в данный момент я уже оборвала всю листву внизу. Потому что я считаю, что если вот завязались помидоры, то в принципе листва нужна только вверху. Внизу листва уже не нужна. Они дорастут до зрелой стадии и начнут спеть. Вот видите, какие хорошенькие. Прям красавчики. Прекрасавчики. Хороший сорт. Вот тоже еще с этой стороны покажу. Этот же сорт. Тройка. Вот, посмотрите, какие они. Ну, вот. Есть помельче, есть вообще вот хорошенький размерчик. У них хорошие, хорошие помидоры. Очень нравится ботва. Вот у некоторых помидор, помидоры, у некоторых сортов помидоры хорошие, крупные. Ну, ботва мне не нравится. Сам куст некрасивый, полкастые. Вот эти палки. Сейчас я вам покажу еще один сорт. Вот, посмотрите, листво вот у этих помидоров. И вот уже у этих. Вот. Сорт хороший. Посмотрите, какой. Тут вот на солнышке запеклась помидорка. Видите, она вот обгорела на солнце. И даже вот такой ожог получила. Ну, вот посмотрите, какие сорт хорошие. Просто огроменный сорт. Называется вельможа. Первый раз я сажала в этом году. Кстати, садила вот по два кустика. Нормально мне понравилось. Вполне можно сажать и по два. Но ботва у него вот всякая разная. Вот видите, здесь скручиваются листики. И, ну, я не считаю, что вот это скручивание листиков, это какая-то проблема. Вот неужели я с этого куста вот сейчас сниму столько помидор, такие крупные, и буду ждать вот эти внизу, наверху помидорки? Нет, конечно. Когда им спеть, зреть и вырастать. Вот вы у нас наросли вот внизу в таком количестве. Это и слава богу. А это вот сорт вельможа. Посмотрите тоже, какие мощные помидоры сами по себе. И урожайные кусты. Вот, посмотрите, сколько помидорок. Какие они все крупные. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять. Десять помидорок завязалось. Ну, тут такой приличный размер, каждая. Даже вот самые маленькие, они вообще-то не маленькие. Смотрите. Вот сейчас оборву я, пока да показываю вам. Вот такие помидоры. Вельможа. Хороший сорт. Я люблю такие крупные помидоры. Вот, я вот предпочитаю такие помидоры сажать. Крупные. Шепрот радовался. Вот здесь, посмотрите, тоже какие. Вот там еще тоже. Тут еще. Ну и урожай хороший. Девочки, урожай хороший, мальчики. Похвастаюсь. Вот скажите, для чего я вам это показываю. Я же вас не учу, как эти помидорки высаживать, а показываю. Вот какие у меня выросли помидорки. Посмотрите, какие большие. Какие они у меня большие. Крупные. Какой у меня большой урожай. А показываю я вам это с определенной целью. Когда на следующий сезон я буду сеять рассаду помидорную. Вы уже будете знать, что я не просто теоретик. Что я вам рассказываю про помидоры. Там вычитала умная такая. И рассказываю про то, как... И учу вас, как выращивать помидоры. Вы будете знать, что я конкретно помидорки выращивать умею. И значит, мне можно верить. Посмотрите, какая помидорина. Сейчас я ее сниму. Ой, какая. Тоже бочок-то под солнышком поджарился. Так. Смогу я снять ее? Слушайте, не смогу. Нет, смогу. Посмотрите. Бочок, конечно. Ну, жара. Ой, какая у нас нынче жара была. В июне, в июле. Без дождей. Муж поливал все помидорки мои. Он у меня ухаживал за ними. А это помидоры черри. Ну, вот просто лес. Лес, конечно. Ни к чему. Столько мне этих черри. Но что хочу сказать о них. Мелковатые. Ну, что, мелковатые. Вот у них, видите, какая кисточка. Вот он. Непоказательные, скажем так, как бывает, показывают в этих интернете. Непоказательные они. Вот они какие-то такие. Рыхленькие. Но очень и очень вкусные. И напоминают клубничку. Форма у них такая клубничка. Ну, это скорее рекламный ход. Потому что у меня вот есть еще одно черри. Абсолютно круглое. Сладкое. Вкусное. Такой хороший помидорный вкус. Ну, и эта помидорка неплохая. Кто любит черри. Вот для ресторанов. Своих частных кафе. Вот эти черри. Очень даже ничего. А это сорт вельможи. Посмотрите. Друзья, но не все мои помидоры так хороши. Вот посмотрите на мое чудо-юдо. Это мне приятельница одна дала. Говорит, черные помидоры. Для эксперимента я посадила. Но абсолютно даже не уточнила. Хорошие они или плохие. У него есть даже название. Такое очень сложное. Я его напишу. Обязательно. И вот такие растут помидоры. Абсолютно не знаю, когда их снимать. Но почему-то мне кажется, что они еще зеленые. Что их еще нельзя кушать. Вот такие странные. Страшные. А может быть, для кого-то красивые. Помидоры у меня выросли. Вот еще интересный помидор. Называется сахарный пудовичок. Они, в общем-то, тоже неплохие. Очень крупные. Рослые. Красивая ботва. Немножко, правда, она скручивается. Но неплохая. Сахарный пудовичок. Ну, вот эти тоже помидоры из серии черные. Очень огромная ботва. Очень огромный. Просто вот лес. Ну, не знаю. Сомневаюсь, что они хорошие. Эти помидоры. Ну, необычайно тем, что они вот такие цветом. Так, а здесь у меня помидорки давно мои. И они у меня называются под названием крупные. А как? Какие они? Тоже очень-очень даже они вот как на сердце. Напоминают сердце. И в то же время и не совсем как сердце. Но очень хороши. Вот посмотрите, какие они обильные. Какие они крупные. Вот. Вот, посмотрите. Просто замечательные. Вот такие помидорки. Вот, видите, размерчик какой. Вот так вот. Сейчас, внученька. Сейчас вот доснимаю и пойдем. Смотрите, какие хорошенькие. Ну, ботва вот у них тоже такая. Реденькая, жиденькая. Длинные вот такие ветки. Вот эти вот очень длинные такие. Ну, помидоры хорошие. Помидорки хорошие. Тут у меня такая формочка. Видите, какая красивая. Видите? Какие. Замечательные. Ну вот, собрали помидоры. Сегодня ночью лил дождь. И сегодня вечером тоже обещают дождь. В общем, мы решили собрать все помидорки. Ну, не все, не все. Только те, чтобы покраснели. Сейчас вот я их каждый переберу. Более спелые в одну сторону, менее спелые в другую. Оботру каждую помидорку. Потому что они сейчас вот такие мокрые, грязные. Чтобы лучше хранились. Я обязательно их все оботру. Ну, и самое спелое будем кушать в первую очередь. Ну, и сколько здесь ветер? Раз, два, три, четыре, пять. Ну, ветер шесть-то есть, наверное. Потому что каждая корзина, они разные. Есть очень большие, есть меньше. Ну, я так думаю, ветер шесть хороших, больших ветер есть. Но мы помидоры кушаем очень давно. Первую помидорку мы ели уже в июне. Поэтому это у нас не первые помидоры. Это давно спеют помидорки. Помидоры люблю выращивать. Ну, мне кажется, умею. Вот такие хорошие, крупные. Смотрите, какие помидоры. Они сорта разные. Вот ведь уже трескаться начинают. Конечно, нужно снимать, нужно убирать. Даже, возможно, давно уже было надо это сделать. Но погода позволяла. Вот они висели у нас. Их плавно рвали, кушали, собирали. И так, друзья, я показала вам свои помидорные грядки. Свои урожаи. Возможно, они не идеальны. Но если вам интересно, как я выращиваю томаты, то подписывайтесь на канал Мои Садовые Романцы. Нажимайте на колокольчик, чтобы не пропустить новые ролики. А в феврале будем вместе сеять томаты на рассаду. Вместе ее выращивать. И я поделюсь своим опытом и своими секретиками. А пока-пока. Всего вам самого доброго.